Всем-всем огромный привет! Хочу снять последнюю, наверное, заключительную серию моих запасов и запасов моего ребенка, но и попросили также запасы мужа. Сразу хочу сказать, запасы мужа будут не такие, как мои, потому что муж у меня пользуется средствами, которые долго играющие, поэтому ему не нужны такие запасы, как у меня. Ну и запасы ребенка достаточно большие, потому что практически все было в подарках. Подписчики, девочки, которые прислали посылки, они очень любят Максимку и присылали ему много действительно средств, которыми он пользуется. Максимка, в отличие от меня, открывает абсолютно все и пользуется сразу. Как-то был комментарий, это очень плохо, что мальчик в свои 9 лет знает, что такое скраб. Ну, мальчик у меня и в 4 года знал, что такое помада, но он ими не пользовался, так же, как и не пользуется скрабами. Ну и что, что он знает о них. Давайте я покажу все, что прислали Максимке, девочке, в подарок. И начну, наверное, с высоких средств. Вот такая вот классная волшебная гель-пена, это 3 в 1, губка Боб, такой позитивный улыбашка. Он подходит и для волос, и для рук, и для тела. То есть можно и как мыло использовать, если сроки там, или кто переживает. И можно как пену для ванны использовать. И классный аромат у него. Покажу вот таких 3 средства. Вот эти 3 средства, это как раз то, что купила Максимке я. Утя-Утя-Лапочка, это детский гель-шампунь. Пингви, детское крем-мыло. И ЦИП-ЦИП, детское нежное средство для купания. Были еще такие, но я не смогла найти. Я знаю, что было еще в продаже котенок и панда. Но, к сожалению, я не нашла. Хотелось, конечно, найти, потому что очень-очень позитивные упаковочки. Дальше хочу показать вот такой Angry Birds. Это жидкое мыло для рук. Спелый банан. Кстати, у Максимки очень много средств, которые ароматы банана имеют. И еще одно жидкое мыло. Бомболина. Недавно приехала вот с такими животными. Очень красивое. Очень симпатичное. Ну, вообще, детские средства, конечно, даже у кого нет детей, мне кажется, будут смотреть с удовольствием. Ну, потому что детские средства, они прямо привлекают и смотрятся очень красиво. От Бомболина есть еще вот такое. Два в одном. Это шампунь и гель для душа. Я люблю, когда у ребенка два в одном. Когда можно, ну, в общем, сверху донизу намыть, намазать. Но пользуемся всем, конечно. Вот такое средство осталось. Это шампунь. Тропические фрукты. Было еще и гель для душа. Но гель мы уже истратили. Вот остался шампунь. Надо его тоже истратить. От Рио. Очень симпатичный такой, позитивный. Вот такой вот. Это был набор. Вот такой банан детский гель для душа уже с миньоном. Очень позитивный. Тут осталась уже половинка. Максимка и Максима пользуются. Следующие. Я так в хаотичном порядке. Скорее по высоте ориентируюсь бутылочек. Котенок по имени Гав. Вот такое детское жидкое мыло. Очень симпатичное. На самом деле детское мыло я сама люблю. Очень пахнет сладко, вкусно. И я им сама с удовольствием пользуюсь. Вот такое средство для купания нам прислали. Подарки девочке. Но у нас такое уже было. И с удовольствием пользовались. Пахнет кексиком таким шоколадным. Очень вкусно. Ну и упаковка, конечно, очень симпатичная. Дальше. Чтобы у нас в кадре было все. Давайте я сделаю вот так. Следующее. Я, наверное, покажу вот это средство. Страна сказок. Тоже банан. Не щиплет глазки. Это детский шампунь. Был еще гель для душа. Мы его уже тоже... А нет, была пена для ванны. Мы ее уже истратили. Но пена идет быстрее, чем шампунь. Шампуней у нас много. Они почему собираются... У ребенка, конечно, короткие волосы. Он же не девочка. Поэтому шампуньки у нас поэкономнее идут. Хочу показать вот такие вот еще средства. Кто смотрел коллекцию кускового мыла, видели, у нас есть от Crazy Zoo. 4 кусочка мыла. И теперь у нас есть детский шампунь. Ежевичное суфле. Вот такое вот классненькое. Есть гель для душа. Абрикосовый десерт. Вот с таким позитивным бегемотиком на роликах. Также от Crazy Zoo есть детская пена для купания виноградный конфитюр. Ну, пена опять уйдет быстрее. Макс очень любит в ванне сидеть с пеной. Когда бомбочки не запускает. Ну, кстати, бомбочки я забыла принести. Еще целая корзинка с бомбочками должна была быть. И солнечная папайя детский шампунь. Вот такой вот классненький. Дальше. Давайте я покажу его любимые птички. Вот эта птичка приехала. Одна из последних. Это шампунь. Бальзам. Два в одном. У нас такая птичка когда-то была. Она закончилась. И мы в эту бутылочку... Мы же не знали, что нам приедет новая. В эту бутылочку перелили тоже шампунь. Ну, чтобы не путаться. И надпись была такая же. Ну, тот шампунь закончится. Эту птичку мы выкинем. А та будет у нас... Ну, останется в коллекции. Потому что мы в этих птичек потом переливаем другие средства. Вот у нас был такой ангрики бёрдс. Тоже был спелый банан. Гель для душа. Перелили мы сюда тоже гель для душа, чтобы не путаться. И теперь эта птичка носит новый гель. Птичка эта долгожданная. Это тоже шампунь. Очень вкусная ледяная мята. Пахнет очень вкусно мятой, сладкой, жвачкой. Но вот мы сейчас им тоже пользуемся. Этим шампунем, наверное, всех активнее. Вот такой. Тут настоящий ещё шампунь. Гель для душа, естественно. Виноград Изабелла. Вот этот гель для душа самый неинтересный по аромату. И вот он у нас всех дольше идёт. Но птичка одна из самых любимых у Максимки. И вот так вот смотрится эта птичка. Так, сейчас тут чуть-чуть подвину, чтобы у нас птички выровнялись. Следующая птичка вот такая. Гель для душа был энергетик, но теперь шоколадная. Мы ей уже пользуемся. Пахнет вкусно шоколадом. А что там за средство, я сейчас покажу. Ну, тоже естественно гель для душа. И вот такая птичка красненькая. Так, птички ещё не закончились. Ещё есть Angry Birds. Вот такая. Сама свинка. Свежий дня яблочный мус. Тут действительно ещё остался именно родной её гель. И последняя птичка. Кто помнит, какая? Розовая вот такая девочка. Нежный уход, баблгам аромат. Вот это настоящий гель от этой птички. Вот такая коллекция у нас птичек. Следующее покажу средство. Это детский гель-шампунь. Тоже, видите, можно использовать два в одном. Капитан Сладкоежка. Он шоколадный. Вот как раз он сейчас и находится вот в этой птичке. У нас было два. Две девочки. Наши подписчицы и подружки уже присылали. И у нас есть и запасной получается, и один в использовании. Следующий. Даже следующие два геля-шампуня детских. Они одинаковых. Одинаковых. Ну, как было тех два, так и этих два. Тоже у Максимки пока стоят. Это, кстати, ягодный шторм. Пахнет ягодками. Кстати, детские средства очень жалко закрывать. Хочется их подальше прямо размазать, чтобы было все видно. Так, и еще несколько средств покажу от Эйвен. Это озорная груша. Детский гель для душа. Следующая. Это уже здесь надо прочитать. Яблочное веселье. Шампунь-кондиционер. Очень интересные вот эти бутылочки. Они с ножками. Вот такие. Следующая. Детский гель для душа. Вишневая радость. У нас когда-то такой был, закончился. Очень вкусно пахнет вишенкой. И еще одно детский гель для душа. Оранжевое настроение. Ну, это вообще моя любовь. Я люблю цитрусы. Очень-очень вкусно пахнет. Так, как их тут поставить, чтобы было видно. Ну, и сейчас еще несколько штучек покажу. Это вот такой панда. Мальчишка. Максимка их не тратит. Они, это гели тоже. Но они идут у него как сувенирчики. Конечно, их можно истратить. Ну, и просто оставить как игрушечки. Наверное, мы так и сделаем. Вот такой вот пандочка. Его радует. На полочке стоит. Также вот такой тигренок. Очень он любит. Такие вот игрушечки для ванной. Ну, конечно, уже перерастает. Он как любит. Он ими не играет. Они просто стоят и украшают его полочку. И вот такая вот прикольная зеброчка тоже. Гель. Еще три средства. Сейчас покажу. Это вот такая смешная обезьянка. Она только приехала. Тоже это гель. Такой как бы одноразовый, наверное, можно сказать. Куда-то в поездки такие хорошо брать. Вот такой лягушонок. Смешной. Ну, и вот такое вот симпатичное сердце. Тоже закрытое. Вот такие вот запасы у Максимки. Ну, единственное, вот я забыла бомбочки. Еще должна тут стоять корзинка такая. И в ней штук пять бомбочек, которые можно в ванну закидывать. Ну, и давайте я сразу покажу средства, которыми пользуется мой муж. Я объединю эти два. Ой, простите. Объединю два эти видео. Ну, в серию эту. В одну. Есть у него вот такой набор. От Коррес. И в этот набор входили. Так, вот это первое средство. Это бальзам для бритья. И вот такой шампунь. Кстати, очень вкусно пахнет. Такой травяной аромат. Шалфей, липа и ель. Вот. Вот такой вот вкусный аромат. Следующее у него есть вот такое средство. Сейчас я вам, наверное, вот так вот разверну. Это от Mary Kay. Тоже шампунь. Вот такая она симпатичная, большая. Да, шампунь. Не мои средства-то я быстренько забываю. Поэтому немножко сомневаюсь о том ли я говорю. Есть пена для умывания. Ну, вот пеной он, конечно, пренебрегает. Она практически так полной осталась. Думаю, что эту пену будет тратить скорее Максимка. Я ему поставлю. А муж любит вот вода, мыло, как-то вот больше так умываться. А пенкой... Ну, не привыкли. А то если мы, женщины, как-то привыкаем к таким вещам, то мужчина вот никак. Он про нее забывает. Но каждый раз спрашиваю, что это у меня что такое стоит. Вот. Ну, я думаю, Максимка истратит. Есть в запасе от Lancelot вот такой шампунь. Дальше от Lancelot есть гель для душа. Вот такой. Далее. Есть прозрачный гель для бритья и умывания. Ну, вот этим вот он как раз и пользуется чаще. То есть он ему бреется и умывается. Кислородный бальзам после бритья. Остался еще от старого запаса прозрачный гель для бритья и умывания. Вот видите, уже два, это очень много. Мужчины меня сейчас поймут, что такие вещи очень долго тратятся. И вот этим он активно пользуется. Ему вот он очень нравится. Бальзам после бритья успокаивающий. Тут он прямо уже легенький такой. К этому бальзаму есть гель для душа. Но сейчас он гелями не больно любит. Пользоваться. Покажу, чем пользуется. Есть Prime от Avon гель для душа. Вот последний ему прислала только что Оксаночка. Old Spice гель для душа. Вкусно очень пахнет. Классненький. Есть также тоже, она только прислала дезодорант Old Spice. И есть вот такой шариковый дезодорант. Вот дезодорантами он не часто пользуется. Он больше любит в ванну ходить почаще. Но как-то особой надобности бывает такое, что сильно нет надобности. Для мужчин это роскошь, конечно. Ну и вот тоже недавно прислали мне в посылке. У меня муж очень любит вот такие вот мыло для бани. Когда-то он любил только кусковое. Но когда понял, что есть вот такое мыло, он кусковое у меня забросил. Очень нравятся вот такие вот. Они еще и с листиками. Смотрите, такие классные. Но любит. И активно он пользуется. Сейчас покажу каким. Ну вот это оно целое. Это хамам. Планета органика. Это мыло-хамам для бани и душа. С органическим розовым маслом. Еменской хной и прополисом. Аромат, конечно, немножко специфический. Вот у него только такая закончилась. Пустые банки ушла. И вот он следующую открыл. Тоже тут идет листик сверху. Аромат, вот вы знаете, наверное, прополиса, вот эфирных масел такого. Но он прямо его так любит. Говорит, не трогайте мое. Когда кто-то из нас пытается посягнуть. Охраняет и защищает. Вот. Вот такие вот запасы у моих мужчин. Ну, у Максимки, конечно, слишком много. Но он ребенок, он купается каждый день. У него это все очень быстро уходит. Ну, муж сам разберется со своими запасами. Тут не так уж и много. Ну, тем более, тут где-то подарки, где-то мы сами покупали. Вот. Ну, и забыла, к сожалению, бомбочки Максимкины принести. Тоже они все в подарки были. Ну, на этом, я так думаю, мой сезон сериала многосерийный закончен. Очень девочки просят показать парфюмы и показать декоративку. Ну, давайте я немножко отдышусь. Отдышусь. Потому что после вот этого сезона столько пришлось пережить комментариев. Хоть я о них и говорила, и меня там ругали, и не обращая внимания. Ну, трудно. На самом деле, трудно не обращать в полной мере. Ну, конечно, учишься их игнорировать. Я учусь даже просто удалять те, которые бесполезно отвечать. Вот. Ну, не знаю. Давайте немножко отдышусь. У меня около тысячи и так висит комментариев. Я вот на них все поотвечаю. И потом, наверное, начну с парфюмами показывать. Тем более, в парфюмах мне надо разобраться. У меня до сих пор где-то стоят летние еще ароматы. Так как я с сентября-октябрь активно тестировала ароматы, о которых я вам рассказывала в роликах. Можете пока их посмотреть. Там тоже интересные есть. Ну, а потом сниму то, что я буду использовать зимой. Ну, а может быть и все абсолютно парфюмы. Больше томить не буду. Спасибо огромное всем за внимание. Ну, и всем спасибо, что посмотрели все части. Всем пока. До новых встреч.